Эффективность и безопасность креатина при высоком уровне гомоцистина. Средний уровень гомоцистина в крови у мужчин примерно на полтора пункта выше, чем у женщин. Возможно, это одна из причин, почему мужчины подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Женщинам не нужно производить столько же креатина, как мужчинам, поскольку у них, как правило, меньше мышечной массы. И это может помочь объяснить гендерный разрыв в условиях гомоцистина. Если вы помните из моего последнего видео, в процессе производства креатина ваше тело производит гомоцистиин как побочный продукт. Так что, возможно, для людей с устойчиво высоким уровнем гомоцистина, которые недостаточно реагируют на витамины В, возможно, добавка кератина может представлять собой практическую стратегию для снижения уровня гомоцистина до нормального диапазона. Казалось бы, что это сработало на крысах, но на людях это сработало в одном исследовании. В этом, но, похоже, не сработало в другом исследовании. В этом или в этом? И в этом исследовании уровень гомоцистина даже был повышен. Таким образом, все это предположение о том, что прием креатиновых добавок снижает уровень гомоцистина, было поставлено под сомнение. Но все эти исследования проводились на невегетарианцах, так что они уже эффективно ежедневно добавляли креатин в виде мышечной массы. Так что, в основном, они просто тестировали более высокие и более низкие добавки. Те, кто ест строго на растительной основе, вырабатывают весь свой креатин с нуля, поэтому они могут быть более чувствительными к добавленному источнику креатина. Но никогда не было исследований по добавлению креатина у веганов для снижения гомоцистина. До сих пор. Они взяли кучу веганов, которые не добавляли в свой рацион витамин В12, поэтому некоторые из их гомоцистина были зашкаливающими. Некоторые достигли 50, когда в идеале было меньше 10. Но после приема креатина в течение нескольких недель все уровни гомоцистина нормализовались до и после. На данный момент они не совсем нормализовались. Что могло бы быть ниже 10, но это, по-видимому, потому, что они не принимали В12. Давайте вегетарианцам и веганам добавки витамина В12 либо ежедневно, либо один раз в неделю, и их уровень действительно нормализуется в течение нескольких месяцев. Но тот факт, что даже без В12 вы могли бы снизить уровень гомоцистина с помощью одного креатина, предполагает, мне в минимум, если ваш гомоцистин повышен на растительной диете, то есть выше 10, несмотря на прием добавок В12, и употребление зелени и бобов для получения достаточного количества фолиевой кислоты. Тогда, возможно, стоит поэкспериментировать с добавлением грамма креатина для нескольких недель и посмотрите, снизится ли уровень гомоцистина. Почему один грамм? Это примерно то, сколько невегетарианцам мне приходится производить самим. Вот столько стерты вегетарианцы несоответствия в крови и мышцах, и сколько доказано, что безопасно в долгосрочной перспективе. Насколько это безопасно? Что ж, можно немного утешиться тем фактом, что это одна из самых продаваемых пищевых добавок в мире, которая потребляет буквально миллиарды порций, а единственным с постоянно сообщаемым побочным эффектом является увеличение веса, предположительно вызванное задержкой воды. Единственные серьезные побочные эффекты, по-видимому, наблюдаются у людей с уже существующими заболеваниями почек, принимающих колоссальные дозы, например, 20 граммов в день. Была высказана обеспокоенность по поводу того, что креатин потенциально может образовывать канцероген, известный как форма N, нитрозасаркозина, когда он попадает в кислотную ванну желудка, но на практике это не кажется проблемой. В итоге, дозы до 3 граммов в день вряд ли будут представлять какой-либо риск при использовании креатина высокой частоты. И, как мы все уже знаем, диетические добавки не регулируются FDA и могут содержать загрязняющие вещества или фактически не содержать того, что указано на этикетке, образующихся загрязняющих веществ при промышленном производстве. Когда исследователи смотрят на 33 образца креатиновых добавок, произведенных в США и Европе, все они действительно содержат креатин, что приятно. Но примерно половина из них превышает максимальный уровень, рекомендованный органами по безопасности пищевых продуктов, по крайней мере для одного контаминанта. Исследователи рекомендуют потребителям отдавать предпочтение продукции от производителей, обеспечивающих высочайший контроль качества. Легче сказать, чем сделать. Из-за потенциальных рисков я не думаю, что люди должны добровольно принимать креатиновые добавки, но потенциальная польза может превышать потенциальные риски. Если, опять же, вы употребляете здоровую растительную диету с B12, а ваш уровень гомоцистиина все еще не ниже 10, я бы посоветовал употреблять грамм креатина в день, чтобы посмотреть, не снижает ли он его. Причина, по которой я снял всю эту серию видео, восходит к этому исследованию, которое показало, что хотя общий риск сердечно-сосудистых заболеваний ниже у вегетарианцев и веганов вместе взятых, они, по-видимому, имеют несколько более высокий риск инсульта. Я посмотрел список возможных причин, пришел к повышенному уровню гомоцистиина и решению. Регулярный и надежный источник витамина B12 – самый дешевый и простой метод, который я лично использую. Это одножевательная таблетка цианакабаламина – 2500 микрограмм. Наиболее стабильный источник B12 один раз в неделю. И затем, как я подробно описал в этом видео, резервный план для тех – это эмпирическое испытание приема креатина в дозе 1 грамма в день при сохранении повышенного уровня гомоцистиина, которое, как было показано, улучшает, по крайней мере, капиллярный кровоток у тех, кто начинал с высоким уровнем гомоцистиина. Суть в том, что диета на растительной основе, по-видимому, заметно снижает риск возникновения нескольких ведущих смертельных заболеваний – болезни сердца, диабета второго типа и многих распространенных типов рака. Но повышенный риск инсульта может представлять собой ахиллесовую пету. Тем не менее, у них есть потенциал для достижения действительно исключительной продолжительности здоровья, если они решительно решат эту проблему, ограничив потребление соли и приняв другие практические меры, способствующие здоровому осостоянию артерий головного мозга. Тем не менее, эти соображения не оправдывают нигилизм в отношении питания. В целом, даже строго растительные диеты обеспечивают такую универсальную защиту для долгосрочного здоровья, что их по-прежнему настоятельно рекомендуют. Скорее всего, оптимальная стратегия – это есть растительные продукты, а также стараться есть особенно защитные продукты, о которых я говорил ранее. Регулярные аэробные упражнения и, самое главное, прием витамина В12.